Сегодня поутру в Екатеринбурге один торопливый автомобилист во избежание пробки прикинулся было трамваем, да не очень удачно. Так что вживаться в образ вагона вожатого пришлось поглубже и по рельсам поездить подольше. Случилось это в утренний час пик в 9,5 часов на Радищево напротив кладбища перед Московской. Объезжая пробку, самый хитрый рулевой Хонды был вынужден признать, что затея его накрылась скользким тазом, когда он уверенно забуксовал и зарылся на чуждых ему путях. Спасли его добрые прохожие в лице троих мужиков, которые без помощи лома, но не без какой-то матери дружно раскачали и вытолкали Японку на более подходящий ей тоже снег, но утрамбованный на асфальте. Причем все так славно у мужиков получилось, что в Гортрансе даже не заметили ни малейшей задержки в циркуляции трамваев нынешним утром. А вот вчера в подобном случае вполне вероятно, что кому-то выкатят нехилый счет за антракт. Напротив ДК железнодорожников некий владелец Сеата запарковал свое авто там, где нельзя, но очень хочется, да еще и коряво. Так что его кармическая часть стала слишком выдающейся и влезла в габарит трамвая 23 маршрута. Его водительница до последнего миллиметра пыталась протиснуться, но вошла в плотный контакт с задним госномерами на марке, отчего дальнейшее продвижение уже было бы для нарушителя разрушительным. В ранешние времена, глядишь, народ скучковался бы, да на руках на полметра оттащили бы машину. Но в наше капиталистическое время, да еще воскресным днем, когда особо никуда не спешит, таковых не отыскалось. Кто спешил, так просто пересел на автобусы и троллейбусы, благо их здесь умотаться. А Сеата-владелец нарисовался после 15-минутного стояния трамваев и тогда соизволил перепарковаться. Гаишники, кстати, нарисовали ему штраф за остановку или стоянку на трамвайных путях. Но он покажется ему сущей мелочью, если ему и ему Гортранс предложит еще оплатить трамвайную паузу в четверть часа длиной.